Дневный разворот в Кирове. Светлана Удельная, Владимир Сметанин. На часах у нас 11.07 и сегодня на частоте 101.0 мы будем говорить на тему для управления скутерами потребуется права. Да, приветствую вас. Вместо Игоря Рысева сегодня Владимир Сметанин. Светлана Удельная согласилась, чтобы я и именно составил компанию. Очень приятно. Приветствую вас, желаем хорошего дня. Актуальная сегодня тема. Приглашаем к обсуждению всех неравнодушных, в первую очередь, наверное, автомобилистов. Вопрос, собственно, вам. Согласны ли вы делить дорогу с водителями скутеров? Если да, то при каких условиях? Если нет, то почему? Звоните нам. 708-502. Телефон нашего прямого эфира. 708-502. Номер для СМС 8909-720-101-0. И все почему? Почему же мы взяли эту тему? А потому что депутат Госдумы России Антон Беляков, член фракции «Справедливая Россия», подготовил законопроект, требующий от владельцев скутеров и мопедов получения водительских прав. По словам Белякова, соответствующие поправки предлагается внести в статью 25 закон о безопасности дорожного движения. А сейчас-то у нас как происходит? То есть управлять скутером и мопедом? Управлять скутером, согласно правилам дорожного движения, можно 16 лет. При этом прав не требуется для управления этого вида транспорта, не требуется регистрация скутера, не требуется получение страховки. То есть вы понимаете, во что это может вылиться. То есть при ДТП фактически с владельца скутера, с водителя ничего невозможно получить. Но при этом это же полноправный участник дорожного движения. При этом скутер развивает скорость до скольких. Ты как водитель наверняка. Как водитель. Ну вот на скутере, честно признаюсь, никогда не ездил, не пробовал, но по-моему там до 70-80 км в час. Ну до 60 это точно. Да, но я вот посмотрел в интернете, малые мопеды имеют ограничение скорости до 30 км в час, а большие до 45 км в час. Не знаю, быстро это или не быстро. Если вспомнить недавнюю, да, совсем недавнюю историю, то еще несколько лет назад для управления скутером вообще даже шлем не требовался. Это буквально недавно совсем госавтоинспекция обязала водителей скутеров надевать шлем. Ну, понятное дело, в целях безопасности. Статистика увеличивается с каждым годом. Скутеров на дорогах нашей страны, на дорогах нашего города становится все больше и больше. Все больше и больше. И, соответственно, ДТП с участием. Да, с низкой стоимостью последних по сравнению с другими транспортными средствами. Это очень модный сейчас вид транспорта и среди молодежи. И, как говорит статистика, количество ДТП растет неумолимо. Просто какие-то неимоверные цифры. В 2008 году в авариях с участием скутеров погибло 289 человек. И были ранены около 7 тысяч человек. В 2009 году произошло около 6 тысяч аналогичных ДТП, в которых погибли 260. И были ранены около тоже 7 тысяч человек. В первом полугодии 2010 года количество погибших в таких ДТП увеличилось на 6% по отношению к 2009. В общем, цифры огромные. Ну, небольшой случай из автомобильной практики. Буквально на днях еду по улице Щерса за рулем автобуса. Шутка. За рулем шедевра своего отечественного автопрома. И на свое несчастье догоняю как раз-таки скутериста, скутеровода. Непонятно, извиняюсь за слово, существо. Непонятно, какого возраста. Непонятно, какого пола. И нет, чтобы ехать, собственно, занимать полноценно левый ряд. Нет, жмется влево. Простите, не левый ряд, правый все-таки ряд. Да ладно, это ж модно сейчас посередине ездить. Жмется вправо к бордюру. Ну, буквально. И, соответственно, догнав его, я все время на него или на нее смотрю. Я так и не мог понять, кто это, мальчик или девочка едет. Вот. И я смотрю и все стараюсь не задеть. Подъезжаю к перекрестку Ущерса и производственной. Смотрю внимательно на поворотники вот этого скутера. Куда он будет поворачивать? Нет, ничто не показывает. И вот с этого перекрестка, производственного Ущерса, он рвет моментально вперед, куда-то туда улетает. А если бы я направо поворачивал? А если бы я торопился куда-то? Ну, рискованная такая ситуация достаточно. Да, скажи, пожалуйста, а мотоциклом сейчас можно со скольки? Мотоцикл у нас с 16 лет. И точно так же хотят повысить до 18 лет. То есть, да, это касается не только скутеристов, но и водителей мотоциклов тоже. Соответственно, вот такие вот поправки. Если вступят в силу, то можно будет с 18 лет ездить. Я как-то общалась с человеком, который тоже скутер, но при этом скутер такой большой, напоминающий абсолютно мотоцикл. Разницы я особо не увидела. Ну, поэтому действительно, наверное, есть разумный смысл о том, чтобы все-таки повысить возраст и права все-таки получать. Но сейчас мы дозвонились до Сергея Ярдякова, председателя Союза автомобилистов Кировской области. Сергей, добрый день. Добрый день. Насущную тему мы сегодня затронули. Лето наступает. Собственно, открыли скутероводы сезон. Все больше и больше их на дорогах. Раздражают они вас? Не раздражают. Вот считаете вы полезным вот этот законопроект? Ну, законопроект, конечно, полезный. Конечно, надо обучать на скутерах. Это даже однозначно. Почему? Потому что статистика говорит, что за прошлый год 625 человек погибло, скутеристов. Это по всей стране вы имеете в виду? Это по всей стране, да. По всей стране. Вот представляете, меня в армию призвали, у нас был полк 1300 человек. Так вот половина полка погибло. Это, конечно, их надо обучать однозначно. Там же, как бы, правила дорожного движения однозначно, вождение однозначно. Возраст я не считаю, что, конечно, именно с 18 лет нужно. Потому что в 18 лет уже, в общем-то, в армии идут. Ну, хотя бы с 18 лет. Ну, я с вами не согласна. В 16 лет я считаю, что человек не совсем может справиться с тем количеством скоростей, которые у скутера. Да нет, я считаю, что, ну, пусть не в 16, но в 17. В 18 уже можно и на машине ездить. Ну, а что, один год что-то решает разве? Конечно, конечно, в этом возрасте каждый год решают очень многое. В 17 лет это уже человек выпускается из школы. Да, я соглашусь ей, извольте. Сергей, вы как автомобилист, когда вот вы замечаете на дороге скутера вода, как вы к нему относитесь? Вызывает он на вас? Ну, внимание-то все равно привлекает. Однозначно, однозначно, да. Ну, как, спокойно отношусь. Спокойно, но, как сказать, осторожно, осторожно. То есть вы согласны дерить дорогу со скутера водами при условии, чтобы они обязательно получали право? Конечно, да. Как бы мы все участники дорожного движения должны быть в равных условиях. Как бы я должен быть уверен, что, например, тот же скутерист, он обладает определенными знаниями, знаниями правил, по крайней мере. А то сейчас все неправ, ничего нет, они просто выезжают, как самоубийцы на дороге. Скажите, пожалуйста, вот вы отметили статистику, 625 человек по стороне, а по Кировской области у вас есть какие-то данные, может быть, нет? По Кировской области нет. Действительно это для Кирова тоже большая проблема, или это проблема больших городов, где дорожные движения более активны, нежели у нас в области? Так это проблема, в принципе, всех городов, потому что везде молодежь уезжает, как бы, если разрешено, то, значит, надо обязательно попробовать. Ну, вот согласитесь, да, все-таки есть вот, ну, не знаю, какой-то дух свободы в этих скутерах, да, не надо, ни документов, ничего оформлять не надо, и ты вот еще такой молодой, и тебе хочется погонять. Почувствовать ветер вот этот в лицо, да? Вот есть что-то такое, юношеский максимализм еще, но это ведь все может привести к очень даже плачевным последствиям. Так и приводит, приводит, конечно. Вот сколько я знаю мотоциклистов, у меня знакомых, так все травмированы. Вот нет ни одного, чтобы кто-то там не падал, там, руку не ломал, ногу не ломал, ни одного такого нет. Есть мнение, что, возможно, водителей для управления скутером можно обучать по какой-то облегченной программе. Не так, как мотоциклистов и автомобилистов, тем более. Ну, какие-то элементарные им правила давать, а уж водить-то они сами научатся. Вы с этим согласны, не согласны? Я думаю, что надо все равно, конечно, правила преподавать как положено, потому что правила — это знание правил, это спасает жизнь. Просто спасает жизнь. И когда в молодом возрасте прочее правила выучить. Ну, конечно, мы заговорили так, а может быть тогда и велосипедистам тоже изучать права, и правила дорожного движения, и сдавать на права, и такие же участники дорожного движения. Ну, так-то, конечно, они должны знать такие элементарные вещи. Ну, как должны знать, но, предположим, вот меня тоже зовут прокатиться на велосипедах в грядущие выходные, а я никогда не выезжала. Прав, я не знаю. Тоже выйду на дороги, всякое может быть. Ну, как-то. Риск определённый есть. Риск всегда есть. Ну, это понятно. Ну, то есть вы за то, чтобы получать права для скутеров, для мотоциклов, для велосипедистов не надо? Нет, велосипедистов, конечно, не надо. Велосипедисты могут и по пешеходным дорожкам ездить свободно. Ясно. Спасибо, Сергей Леонидович. Да, услышали мы ваше мнение. Спасибо большое за комментарий. Сергей Ердяков был с нами на связи. Я председатель Союза автомобилистов Кировской области. Наш номер 708-502. Слушатели, звоните к нам. Вопрос особенно к автомобилистам. Согласны ли выделить дорогу с водителями скутеров? Если да, то при каких условиях? Если нет, то почему? Пожалуйста, звоните к нам. Мешают ли вам скутеристы, мотоциклисты? Да, и номер для СМС 909-720-101-0. Вот мысль возникла. С каждым годом движение автомобильное в нашем городе все уплотняется и уплотняется. И вот, наверное, в связи с этим понимаешь, что скутер, наверное, это не самое лучшее средство для мегаполиса. Где-то в сельской местности, за городом прокатиться, там, не знаю, в магазин съездить, на озерцо, на речку искупаться, то возможно. И вот в этом свете понимаешь прекрасно, что, да, нужно обучать водителей скутеров, для того, чтобы и они себя чувствовали увереннее и безопаснее, ну и для того, чтобы то же самое чувствовали и другие участники дорожного движения. Не так ли? Ну, я, честно, так-то вообще за велосипеды. Европейская модель очень, мне кажется, симпатичная. Хорошо, у нас сейчас на связи Михаил Семенов. Это представитель кировского скутер-клуба «Кукловоды». Михаил, здравствуйте. Михаил, добрый день, да. Ну, во-первых, вопрос, почему кукловоды? Дань, конечно, уважения театру кукол. Михаил, у вас там слишком громко радиоприемник, пожалуйста, убавьте. Я нас приветил под своим крылом. А то вы у нас с эхом отдаетесь. Ну что, мы вас слушаем, кукловоды, да, почему? Да, мы назвались, потому что дань уважения театру кукол, под крылом которого нас приютили, так скажем. Понимаем. Давайте все-таки к скутерам переходить. Как много ребят состоит в вашем клубе и по возрасту это что за ребят? Возраст у нас сильно поменялся. Если года 3-4 назад основная масса была молодежь в возрасте как раз 16-18 лет, то на сегодняшний день это уже взрослые люди. Те, кому за 30, за 40 объединяют, даже те, кому за 50. В основном зрелые люди. Михаил, хорошо, давайте возвращаться к теме нашей сегодняшней программы. Вы как относитесь к этому предложению, чтобы водители скутеров получали права и учились на права? Я скажу, что отношусь к этому положительно. Дело в том, что знание правил дорожного движения, конечно, в рамках школьной программы дает какую-то информацию, но тем не менее, на мой взгляд, не совсем достаточно, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования. Единственное, что реализовать эту программу, может быть, будет немножечко непросто, с моей точки зрения. Почему? Дело в том, что нужно будет все-таки какую-то программу, да, действительно, соглашусь с предыдущим, так скажем, собеседником, что программу какую-то упрощенную, не то чтобы поверхностную, но дающую основные знания. Но вот сейчас у нас существует только права категории А, то есть с чего начинается это все, на управлении мотоциклом. Обязательно получать вот именно права категории А или нужно вводить вот другую какую-то категорию? Я скажу, что нашумевшая информация в былые годы была, категория М. В 2010 году хотели ввести это, да? Да, 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 да. Особенно в сентябре весь интернет был сколыхнут, как бы, такими, так скажем, намерениями. Тем не менее, далее это не пошло. Я объясняю, может быть, с точки зрения какой. Так называемая исторически сложившаяся ситуация. То есть изначально, если мы берем далекие годы, когда появились первые отечественные мопеды, да, слабосильные, тихоходные, в прямом смысле слова, может быть, мешающиеся на дороге, то теперь техника ушла далеко вперед. Современный скутер по динамике ускорения и максимальной скорости превосходит былые просто образы. Ну, это уже близко к мотоциклу, да, к полноценному? Очень близко, очень близко, но, тем не менее, мы берем именно скутеры, именно популярную технику, та, которая объемом до 50 кубических сантиметров. Чтобы она подпадала под правила? Да, 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 да. А какую скорость может развивать скутер? Ну, стандартная скорость обычно для них, так скажу, до 60 км в час. Ну, это правило дорожного движения, да. Да, это достаточно, чтобы передвигаться по городским улицам. Ведь прелести и достоинства скутеров я могу перечислять бесконечно. Отмечу, что популярность этой техники растет из года в год. К сожалению, да, к великому сожалению, статистика аварийности, так сказать. Ну, сегодня мы про статистику уже говорили, так как вы человек, связанный с этим. Скажите, пожалуйста, в вашем клубе как много людей, кто пострадал? К сожалению, много, к сожалению, много. Даже любой случай, это для нас, как бы, так, ну, в какой-то степени, так скажем, большая неприятность. Плачевные случаи были, ну, вот все. Ну, я скажу, что нашими стараниями, слава богу, смертельных случаев, конечно, не было. Ну, травматизм, он есть, присутствует. Но отмечу, что если мы берем количественный показатель, то это он очень небольшой. Очень небольшой по сравнению с парком, общим парком техники. Все надо соотносить. Статистика со скутерами, я имею в виду, аварийность меняется только с весны. И заканчивается буквально сентябрем месяцем. Но если мы берем такой короткий промежуток времени, то, в моем понимании, аварийность со скутерами – это не широко распространенное явление. Михаил, а какого рода ДТП, в который попадают скутеристы? Они сами въезжают, их автомобилисты не замечают? Ну, в моем понимании… Кто виноват? Я в свой личный опыт, то есть побывал, к сожалению, в ДТП и так далее. Я скажу, что статистику клуба, можно так ее привести, она весьма эфемерна. 80% у нас, пострадавших скутеристов, к сожалению, по вине водителей автомобилей. По вине водителей автомобилей. Да, объяснение очень простое. В связи с этим, не считаете ли вы, что при обучении автомобилистов, те, которые ездят на автомобилях, в автошколах тоже нужно уделять большее внимание как раз-таки на водителей мотоциклов и скутеров? Когда человек учится в автошколе, как-то ему вдалбливали, чтобы вот, есть еще такие участники дорожного движения, как скутероводы. Пожалуйста, обращайте на них более сильное внимание. Не думаю, чтобы здесь какой-то специальный раздел должен быть или посвящен этому какой-то учебный час. Но, тем не менее, я скажу, что мы стараемся пропагандировать данный вид техники. И, допустим, акция «Внимание мотоциклистов», проводящаяся ежегодно, она дает, на мой взгляд, положительный эффект. Михаил, насколько легко стать владельцем скутера? Ну, я имею в виду материальную сторону вопроса. Сколько нужно заплатить за хороший скутер? Ну, я скажу, что бывший в эксплуатации скутерок можно было бы приобрести в пределах 20-25 тысяч рублей. Но новые в магазинах города, ну, приятные модели обычно стоят свыше 30 тысяч рублей. Ну, то есть скутер – это самый доступный вид транспорта после велосипеда и, собственно, после своих двоих. Да, на сегодняшний день он привлечет молодежь, безусловно, безусловно. Так, скажем, взрослые люди покупают его для передвижения или как второе транспортное средство. Ну да, и достаточно модная сейчас такая вещь, это безусловно. Михаил, спасибо вам большое за комментарий. Спасибо, что вы были на связи. До свидания. Представитель Кировского скутер-клуба «Кукловоды» Михаил Семенов был с нами на связи. Напоминаем наши номера. 708-502, звоните, пожалуйста, к нам. Прямой эфир. Говорим мы сегодня про скутеры, о том, что для управления скутерами потребуются права. Станет ли безопаснее на дорогах? Слушатели, вопрос к вам. И номер для смс-сообщения 8-909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь. Да, правила, которые существуют в нашей стране в отношении скутеристов, скутероводов, они называются самыми либеральными, демократичными. Вот тот же Антон Беляев, автор закона проекта, он привел такие данные. Например, в Великобритании для управления скутерами для подростков обязательны временные права, которые можно получить в 16-летнем возрасте. В Испании для управления этим видом транспорта необходимо иметь специальные права, которые можно получить с 15 лет, а вот перевозить пассажиров на заднем сидении юный водитель имеет право только с 16 лет. Ну и еще вот в США вождение скутеров требует прохождения специального курса обучения и получения разрешения на вождение отдельно по мостовой, по дороге, видимо, и отдельно по тротуарам. Ну то есть, да, вот такая практика других стран и говорит о том, что все-таки учиться-то надо, а у нас пока, пока что этому не учится, да, можно управлять сейчас с 16 лет, при этом надел шлем и все, пожалуйста, ты полноправный участник дорожного движения. Сейчас же хотят, напомню, повысить возраст как для скутеристов, так и для мотоциклистов до 18 лет, и при этом все, конечно же, должны получить права, изучить правила дорожного движения, дабы была безопасность. Да, на слушатель дозвонился 708-502. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Вы, очевидно, имеете прямое отношение к автомобилистам. Да, моя фамилия Клюкин, звать Владимир Алексеевич, председатель областного общества автомобилистов. Владимир Алексеевич, очень внимательно вас слушаем. Значит, вот говорил Ердяков, я случайно включил вашу радиостанцию и услышал то, что говорит Ердяков. Значит, дело в том, что несколько десятков лет до принятия новых правил дорожного движения, велосипедист, мотоциклист и кто катался на мопеде, проходили обучение у нас, общество автомобилистов, и здесь никакие, ну, копья или штыки ломать не надо, их просто надо учить. И мы даже выдавали ведь номера, если кто-то люди старые, то есть старшего поколения помнит, на велосипед мы выдавали номера. Ну вот, я помню, что на мопедах были номера, да. Были, я тоже помню такое. Вот. И на велосипеды выдавали номера, имеется в виду, их делали регистрацию. То есть, все, что делало, делается сейчас ГАИ, делали это мы. И здесь никаких рассуждений, учить или не учить, это нужно обязательно делать. Учить. Учить. И планку, естественно, наверное, надо поднимать. Не 16, не 17 лет, хотя 17-летний может сдавать, но не получить права в ГАИ. Вот. И поэтому учить, это обязаловка. У нас есть программы, их выдумывать не надо, они существуют. То есть, нужно вернуться к тому, как это было раньше. Да, точно. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо, Владимир Алексеевич, у нас был на связи. До свидания. 8502, наш номер телефона, это прямой эфир. Звоните, пожалуйста, держитесь. Курс 101.0 ФМ и номер для СМС-сообщения 8909 720 101.0. Пишите, подписывайтесь. Ну, кстати, обычных жителей нашего города, которые не автомобилисты, не мотоциклисты, мы тоже призываем высказывать свое мнение. Потому что ведь зачастую бывают такие ситуации, что скутеристы, они где-нибудь поздно вечерочком собираются. Ну, а как, пешеход же это полноценный участник дорожного движения. Давайте не будем об этом, забывайте. Поэтому тоже мы переходим дороги. Одно дело увидеть автомобиль, и другое дело не заметить скутер, либо мотоцикл. Гоняют они очень быстро. Да, вот такая ситуация, когда все-таки они собираются и начинают гудеть всеразом, реветь, ездят по дворам, по подворотням. Да, насколько я знаю, скоро как раз официальное открытие летнего сезона у байкеров, и в том числе и в нашем городе. Так что, мне кажется, будет какое-то такое мероприятие, и увидим мы на улицах нашего города, как они колоннами продвинутся и откроют новый летний сезон. Давайте сейчас перейдёмся на небольшую рекламу и вернёмся буквально через пару минут. Партнёр программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. На часах у нас половины двенадцатого. И говорим мы сегодня про скутер, а точнее про то, что для управления скутером не потребуется права. Возможно, потребуется. Это ещё на уровне законопроекта. Это сейчас, да, это законопроект, и при этом хотят также повысить возраст для получения прав, как для скутеристов, так и для мотоциклистов. Сейчас управлять и мотоциклом, если этот закон всё-таки вступит в силу, можно будет с восемнадцати лет. Что касается скутеров, я сейчас немножечко обращусь к экранизированному искусству. Знакомство британцев и американцев со скутерами началось после выхода фильма «Римские каникулы». Все мы эту картину отлично помним. Помним, как прекрасно Одрих Вёдберн рассекала по римским улочкам на стильном мотороллере. Красота. Красота, да. Да, ну красота. Но в жизни далеко бывает не всё так красиво. Да, и, как говорит, статистика печальная. 625 человек погибло у нас в стране за последний год. Это именно водители скутеров? Да, ну и печальная статистика и в Кирове у нас тоже. Ну что, права не нужны. Вещь достаточно модная. Надел шлем и, пожалуйста, катайся. А зачастую и бишлемы катаются. Зачастую катаются именно 13-14-летние подростки. И ведь зачастую такая ситуация, когда они просят скутер в подарок от родителей. Вот как тут к родителям относиться? Насколько нужно быть беспечными и не понимать, да, чтобы купить своему ребёнку этот скутер и выпускать его в свободное плавание? Ездить по улицам нашего города, где движения достаточно плотные. Наверное, всё-таки это не слишком обдуманный поступок со стороны родителей. Несколько лет назад работала я на телевидении и снимала девушку, которая в городе у нас здесь, байкер, да. И прокатила она мне на своём мотоцикле. Пришла я домой, сказала маме, мама, я хочу мотоцикл. Но мама как-то абсолютно не одобрила моё решение. Да, ну слава богу. И хорошо. Да, как-то идея моя эта канула в лету. Дозвонились мы до Александра Перминова, священник Спасского собора. Протеерей, человек, увлекающийся мотоциклами. Вот так вот. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, ну вот говорим мы сегодня о том, что и скутеристам тоже нужно будет получать права для управления этим агрегатом, если можно его так назвать. Ну и также о повышении возраста для мотоциклистов. То есть сейчас 16, а вот хотят внести законопроект, чтобы получать права с 18 лет. Как вы к этим изменениям относитесь? Я отношусь к этому крайне отрицательно, потому что корень зла находится не в том, что ребята ездят молодые и ездят без прав, а в том, что вообще нет культуры вождения. И я знаю собственный опыт, я сам активно, кстати, пользуюсь скутером. Я знаю, что в 90, наверное, процентах, если не более, виновниками ДТП с участием мотоциклистов и скутеристов являются именно водители автомобилей. Чуть раньше мы слышали цифру 80% от Михаила Семенова, да. Вот, поэтому я помню свое детство, были мопеды, и нам нужно было сдавать на права, но тем не менее, я помню, мы с ребятами были подростками, мы катались, нас ловила милиция, нам протыкали колеса, срывали высоковольтные провода, проблема эта не решила. Дело в том, что ведь скутер очень удобное средство передвижения, и о том обилии скутеров, которые сейчас в России существуют, а будет их еще больше, методами запрета, ограничений, ситуацию не исправить. Я был во Вьетнаме, представьте себе, улица, Шеверной, Санкт-Петербург, тысячи скутеров. Да, в азиатских странах очень распространенный вид транспорта, да. Да, и там нет правил дорожного движения, я был две недели, за две недели я видел только одну аварию, знаете, толпа скона к самоорганизации, и когда мы пытаемся что-то ограничить, ввести какие-то запреты, ну, это я считаю, что пустая трата времени, средств. Ну, знаете, ну, в Индии вообще практически правил дорожного движения нет, и скутеры там очень распространенные. Тем не менее, я считаю, что нужно заниматься прежде всего воспитанием автомобилей. Как? Каким образом, отец Александр? Как повышать культуру водительскую? Да, я давно не был на куртах, но точно знаю, что ребята выезжают на дорогу и совершенно не обращают внимания на тех, кто рядом. Неважно, скутер или мотоцикл, или другая машина, не обращают внимания, ну, опять-таки, скажем, пример ряда западных стран. Если машины медленно едут в пробки, они никогда не будут перестраиваться, потому что расстояние между машинами, правый и левый ряд, остается специально для мотоциклистов и для скутеристов. Чтобы кого-то не подрезать, вот они терпеливо стоят в пробочке, едут на первой передаче, вот, и удается избежать множество жертв. Ну, то есть, вы против того, чтобы обучать, да, как скутеристов, так и против повышения возраста, получения прав для мотоциклистов, да? То есть, нужно оставить все, как есть сейчас, только чтобы те, у кого автомобили, чтобы они как-то более вежливо себя вели на дорогах, так? Да, 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 это моя точка зрения. Ну, я часть вашей беседы захватил. Конечно, здесь, что касается подростков, родители тысячу раз должны подумать о том, покупать им своему чаду такую игрушку или не покупать. По крайней мере, у меня сыну 24 года будет, я ему даже на мотоцикле все-таки запрещаю ездить, хотя у него есть категория и все остальное. Ну, а почему запрещаете при этом? Вы же поддерживаете все эти направления. Я поддерживаю, но, знаете, я знаю, скажем, свой темперамент, я знаю, как я отношусь к дороге, я вижу, как хороший парень, но невнимательный, невнимательный. И знаю, что мотоцикл, это скорость намного выше, безопасность намного хуже. Да, динамика другая. То есть других вы поддерживаете в этом, а своему сыну запрещаете, так? Я вам скажу, что я даже некоторым ребятам своим не рекомендую ездить. Ну, а как, вот посмотрите, скутеристы, они же все молодые, но сейчас модное такое течение, да, 16 лет, разгоняются достаточно большие скорости. Полноценные участники дорожного движения, их практически автомобилисты не видят. Ну, то есть это действительно же опасно. Ну, давайте будем выдавать еще права велосипедистам, они на современных велосипедах тоже ездят достаточно быстро, тоже ими пренебрегают на дороге. Либо давайте государство у нас примут какие-то законы, да, чтобы ограничивать рост этих технологий, зациклиться на чем-то одном, законсервировать штаб, чтобы не разгоняться больше. А может быть, для велосипедистов специальные дорожки сделать? Хороший вариант, это в больших городах. Дорожки, дорожки было бы неплохо, но я думаю, что в наших краях до этого, конечно, быстро... Да, мы сегодня мы больше все-таки о скутерах говорим. Александр, отец Александр, спасибо вам большое за комментарии. Спасибо, да. Прошли мы вас, до свидания. Александр Перминов, священник Спасского собора, протеерей, человек, увлекающийся мотоциклами. Напомним наши номера, призываем вас звонить, высказать свое мнение. 708-502, звоните. Вопросы автомобилистам у нас есть. Досаждают ли вам скутеристы и мотоциклисты тоже? Да, и номер для СМС 8909-720-101 и 0. Оль, пишите, пожалуйста, подписывайтесь. Во-первых, досаждают ли вам, усложняют ли они передвижение, дорожное движение? Ну и пешеходы тоже, тоже выскажите здесь ваше точка зрения, как вы к этому относитесь, что сейчас для управления скутерами нужно будет получать права. Для этого человеку должно исполниться 18 лет, и касается это и мотоциклистов тоже. То есть сейчас можно сесть за мотоцикл в 16 лет, а если эти поправки закон ступит, то тогда с 18. Есть такое ощущение, что закон будет принят, в конце концов. Алло, у нас слушатель на связи. Ну не знаю, в 2010 году уже не приняли. Алло, здравствуйте. 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 Представьтесь. Как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Анатолий, мы вас слушаем. Я уже, как это, пенсионер, но начинал свое вождение, я 20 лет рулил, а потом уже, а начинал сейчас с маленького мотороллера. И на скутеров сейчас смотрю вообще-то, вот свое мнение я могу сказать вот какую штуку. Завидуете? В 16 лет давать права, то есть разрешать вводить, это правильно совершенно. В 16 лет хорошо, да? В 16 лет я просто не расслышала нормально. В 16 лет вовсю гоняют. Их заставлять преследовать, бесполезное дело. Они дворам покоя не давать. Другое дело, что надо выдавать обязательно номера, регистрировать. И при регистрации, при сдаче на права обязательно дают номер и сдавай на права. Сдал на права, пожалуйста, покупай себе этот самый скутер. А иначе вот они покупают их просто так, да еще из рук в руки, и вот без всяких номеров гоняют. И без шлемов, кстати сказать, тоже. Вот. Это, конечно, получается такой чисто русский бардак. Понятно. А то, что касается мотоциклистов, все-таки хотят повысить возраст. 18 лет. Не имею в виду скутеров, а не мотоциклистов. А мотоциклисты. А касается мотоциклистов, то тоже самое из 16 лет можно вполне. У меня, например, в 16 лет уже гоняло вовсю. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за мнение. Спасибо, Анатолий, у нас нас слушатели. 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир. Звоните и вы. И номер, и самосообщение 8-909-720-101-0. Пишите, подписывайтесь. Кстати, а вопрос хранения скутеров. Тоже ведь он актуальный. Да, а где на ночь оставить? Зачастую в подъезд куда-то налезть, ночную площадку ставят. Что создает неудобство, наверное, соседям в подъезду. Ну, я честно не знаю. Велосипеды прикрепляют цепями, да, но при этом практика говорит о том, что крадут. Меня у подружки украли. 708-502 у нас слушатели. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно. Я водитель с немалым стажем. А вот слушаю вашу передачу и хотел бы немножко высказаться. Да, конечно. Предыдущий слушатель буквально вот украл у меня большую часть. Мысль? Снял с языка. Да, мысли моей. Снял с языка, точно. Прежде всего, это номера. Ребята, ну, вот они летают, где-то что-то случилось, где-то что-то они в пробочке проскочили, задели. Кто это был? Чего это был? Дальше. Допустим, люди покупают скутер, пусть оформляют страховку. Да, соглашусь, да. Регистрация и страховка. И тогда вопросов будет меньше. Ведь если на скутере пацан едет, он задел какую-то дорогую машину, его никто не будет догонять, там, бики, родители и прочие бандитские вещи. Страховочка, пусть она небольшая будет, но будет. А что касается обучения? Обучение, вы знаете, вот как. И повышение возраста. Я против повышения возраста. Потому что, на мой взгляд, в 16 лет мальчишки уже, они достаточно взрослые и достаточно уже самостоятельные. И, как правило, ребятишек, особенно пацанов, тянет к технике, вот, знаете, лет с 10 уже они пытаются что-то где-то там, вот эти же, картинг там, мопеды вот эти старые, что там, вот их тянет к машине. Не надо их бить по рукам. В 18 лет, вы что, в 18 лет человек уже жениться может, уже в армию его пытаются забрать, а вы его хотите только разрешить нам. Как часто мы слушаем, армия. Секундочку. Насколько я знаю, где-то в верхах муссируется вопрос о снижении уровня, о снижении возраста, с которого начинается уголовное наказание. А сейчас это 14 лет. Вот, вот видите, значит, в 14 лет пацана могут посадить, а на мотоцикл, а на скутере ему ездить нельзя. О чем мы говорим? Его могут посадить, а до этого он не успеет покататься. Ну, если уж провозить такие параллели, хотят ввести о том, что крепкие алкогольные напитки можно будет употреблять с 21 года, а сейчас 18. Насчет крепких алкогольных напитков, это мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, это совершенно другая тема, но это, коль уж мы начали сравнивать. Вот вы поймите, что мы обрубаем вот такими законами мечты у пацанов вот прокатиться. Ну, что это такое? Мы вас услышали, спасибо вам большое. Они в состоянии ездить и отвечать за свое. А дальше еще, кроме, еще закончу сейчас. Кроме этого, когда родители покупают, они вот, отец Александра сказал совершенно верно, пусть они подумают. В состоянии легчада ездить разумно по улицам. А так, действительно, давайте, мы велосипедистов еще будем, права им выдавать. Спасибо вам большое. Хорошо, Сергей, спасибо, да. Услышали мы вас. Да, 708-502, наш номер, телефон, звоните. И еще у нас есть один водитель на связи, это Роман. Он водитель такси и, собственно, непосредственно, ежедневно сталкивается. Профессионал. Простите, не сталкивается, а, так сказать, находится рядом со скутероводами. Роман, добрый день. Здравствуйте. Ну что, говорим мы сегодня про скутеры, про людей, которые ими управляют, и про мотоциклистов тоже, и о том, что сейчас хотят ввести изменения в законодательство и повысить возраст для получения прав с 18 лет для мотоциклистов. Ну и скутеристы тоже должны будут получать права. Как вы к этому относитесь? Досаждают ли вам водители этих транспортных средств? Во-первых, на первый раз отвечу. Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь положительно. Вот только что ваш гость в студии сказал, что мечты, мы решаем мечту людей молодых, да, покататься. Вы знаете, у меня есть мечта, у меня есть мечта прыгнуть с парашюта с 4000 метров. Понимаете, но мне никто не даст это сделать, поскольку, чтобы с такой высоты прыгнуть, да, нужно, допустим, много прыжков сделать сначала с маленькой высоты, с инструкторами попрыгать, да, научиться. А все это для чего делать? Ради безопасности. Потому что если я с такой высоты стигану, я просто умру, я разобьюсь. То же самое и... Логика понятна, Ваша Роман, да. На этих скутерах, да, то есть все равно должны какие-то, ну, ладно, пусть на них разрешение 16 лет. Будет, да, но все равно сдавать на права, где-то нужно, элементарное правило знать. Потому что это, тем более молодые люди, у них вся жизнь впереди, понимаете. А сейчас на дорогах, что творится, не мне вам рассказывать, я думаю. То есть вы за повышение возраста и за получение прав, так? Ну, не знаю, что повышение возраста, но получение прав, это обязательно. Пусть их права дают 16 лет, если такое возможно, конечно, в законодательстве нашим. Это не важно, но они должны отучиться, соответственно, должны сдать на права, показать свои права, ну, пусть не отучиться, там, как раньше сдавали, не знаю. Роман, а регистрация скутера и получение страховки на него, это тоже обязательно, как вы думаете? Ну, нет. Ведь тут же возникает, при совершении ДТП, как будет нести ответственность? Понимаете, если скутер попадет в ДТП, там уже некому было страховку выплачивать, я так думаю. Вот-вот, вот как раз-таки такая ситуация, то есть страховать и регистрировать нужно. Да, то есть, я не знаю, наверное, нужно регистрировать? Да, наверное, нужно. Не ко мне вопрос, вот мне больше интересует прав. Роман, последний вопрос. Скажите, вы, как участник активно-дорожного движения, да, каждый день вы на дорогах, досаждает вам скутеристы, мотоциклисты? Вы знаете, досаждают не так скутеристы, как мотоциклисты, вот эти, на больших мотоциклах. Скутеристы, да, но они тихонько ездят, там как-то по скорости небольшая, ездят они, как-то стараются держаться все вправо, ряда там поправее, то есть, как бы, ну, они поаккуратнее все-таки ездят. Только что у нас на связи был Александр Перминов, священник Спасского собора, человек, увлекающийся мотоциклами, известный в этой отрасли, да, он говорит о том, что как раз проблема не в мотоциклистах, а в водителях обычных автомобилей, что у них как раз нет культуры вождения. Согласны вы с этим? Не замечают, не вижу. Нет, я не согласен с этим, категорически не согласен. Я вам объясню, почему я не согласен, если кратко сказать. Кратко только. Да, посмотрите статистику, сколько у нас за последний, хотя бы за тот год, аварий, несчастный случай, со смертельным исходом и просто аварий среди байкеров и среди скутеристов. Вы все сами поймете, поймите. В том году только я лично видел три аварии, эти вот бешеные, на своих, я не знаю, как их назвать, камиказы там, самоликвидаторы их называют. Понимаете? Они просто не умеют реально ездить. Гоняют по городу со скоростью 100, больше километров в час. Да больше, больше. Я видел, что Поворотского на дыбах едет, понимаете? На дыбах со скоростью, не знаю, километров 80 ехал. Вот такой байкер. О чем вы говорите? Потому что я полностью не согласен. Скутеристы не так даже, знаете, как мазоциклисты и кошары. Хорошо, Роман, удачи вам на дорогах. Держите нервы под контролем. Всем нам, наверное, такой совет не помешает, да? Да, ну а сейчас у нас в студии появилась Ольга Балезина. Это значит, что через мгновение будут новости. А новую тему мы представим в начале следующего часа. Вернемся.